Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Центральным стал вопрос реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Она была утверждена указом президента страны 1 июня. В рамках программы городам России необходимо обратить внимание на доступность качественного обучения в школах и садах, культурное развитие и информационную безопасность детей, здравоохранение и правосудие. Часть пункта стратегии Сургут уже реализует совместно со своими коллегами из других регионов. По примеру, Самары департамент образования Сургута сделал дневник сургутского школьника с историческим и культурно-образовательным содержанием. Такой подарок от главы города получили все наши первоклассники. Другие вопросы модернизации городской системы образования обсудили на пленарном заседании педагогов, представителей власти и общественных деятелей. На встречу подвели итоги ежегодной педагогической конференции. В рамках дискуссионных площадок педагоги обсудили самые актуальные вопросы развития современной школы. В итоговых докладах учителя высказали свои предложения представителям муниципальной и окружной власти. Лучшие учителя получили благодарственные письма за свой труд. Были озвучены конкретные идеи мотивации педагогической деятельности. Давайте попробуем и сделаем объявленный, организуем, оформим проект, который бы назывался «Учитель». И в рамках этого проекта, за счет средств Минской областной думы, мы смогли бы с вами сделать серию, ну, например, телевизионных фильмов о лучшем учителе города. И ежемесячно этот проект, выбор, в календаре телевизионных передач. Возможно, мы сделаем с вами то, что требует от нас сообщество. Привлечь внимание конкретной персоне, конкретного учителя. Выбор, со слов представителей Департамента образования, у родителей есть. Например, можно водить ребенка в группы кратковременного пребывания. В саду «Дельфин» работают, в том числе по системе «Монте-Сори». Это детско-родительские группы. В кабинетах имеются материалы для развития всех органов чувств, обучения бытовым навыкам. Давление со стороны преподавателя отсутствует. Малыши сами выбирают, чем им заняться в тот или иной момент. Подобных групп в Сургуте – 107. Работают они по заявительному принципу и охватывают более тысячи детей. Моему ребенку полтора года и группа вместе с мамой – это очень замечательно. Потому что ребенка в полтора года, вы знаете, очень тяжело оторвать от матери. И, конечно же, любое развитие и обучение будет идти намного лучше, когда ребенок спокоен, чувствует, что мама рядом. Все доходчиво. Интересного материала уйма. То есть ребенок идет сюда с удовольствием. То есть это оптимальный вариант для маленького ребенка. Еще в сад рано идти одному. Воспитанники одновременно двух детских садов. Это тоже возможно. Частное дошкольное, а пока еще не образовательное учреждение «Пчелка» приводит на занятия своих воспитанников в муниципальный сад «Зоринка». Такое взаимодействие в идеале поможет частному детскому саду получить лицензию и, как следствие, появятся новые горизонты. Во-первых, это работа. Это работа с заработной платой. Во-вторых, мы абсолютно в полном объеме осуществляем процесс сопровождения такой семейной группы. И здесь я еще хочу обратить внимание на то, что мы идем по пути с ближением интересов наших и интересов частных детских садов. По муниципальному заказу на каждого ребенка выделяется субсидия. Это должно благоприятно отразиться на родительском кошельке. Сейчас воспитание одного ребенка в детском саду «Пчелка» обходится родителям почти в 16 тысяч рублей. Проконсультироваться со специалистами, какую форму дошкольного образования выбрать для ребенка, можно в специальных консультационных пунктах. Такие есть в садах «Огонек» и «Искорка». Организовано сетевое взаимодействие. У каждого руководителя есть информация о тех вариативных формах, которые реализуются в дошкольных учреждениях города. И мы уже, если, допустим, обращается к нам родитель, но мы не можем помочь им в условиях нашего детского сада, мы рекомендуем, куда могут обратиться. Какое учреждение может быть ближе по месту жительства, либо по интересам родителей. Кроме того, в консультационном пункте садика «Искорка» оказывают услуги по логопедическому направлению. Занятия ведут с помощью современных компьютерных программ. Меня устраивает, что мой ребенок занимается регулярно с логопедом, потому что в данный момент у нас другой возможности нет. Мне нравится, что развивается и моторика, и артикуляционный аппарат. И я вижу на лицо, что динамика есть в развитии речи. На базе детского сада «Калинка» действует клуб будущих мам. Большинству из них только предстоит столкнуться с проблемой нехватки детских садов. Но есть и родители, не побоявшиеся решиться на четвертого ребенка в семье. Нет, не страшно. Я считаю, что это вообще не проблема. Для мамы особенно. Я не знаю, что если женщина готова к рождению ребенка, я думаю, что она всегда будет готова к тому, чтобы быть с ним как можно дольше. Если бы позволяла мне наша социальная жизнь, я бы вообще только сидела дома с детьми. Возможности конституционного пункта продемонстрировал и детский сад «Огонек». Одна из комнат работы с психологом содержит много элементов из-за студии. Здесь бываются мечты детства. Рисовать можно на полу, стенах, потолке, если дотянуться. Заниматься в чудо-комнате могут и дети, не посещающие детсад. Еще одна форма, пока не получившая широкого распространения – семейные группы. Департамент образования просит откликнуться семьи педагогов, готовых у себя дома, оказывать услуги присмотра и ухода за детьми. Проблемы с детскими садами есть, но с такими возможностями вариативных форм образования, какие есть в Сургуте, выход найти можно. 4,5 тысячи первоклассников сели за парты в этом году. В 43-й школе лидеры самых младших классов дошли до буквы «Р». Первоклассникам выделили отдельный корпус, где малыши занимаются по системе «Школа полного дня». Единственный в Сургуте корпус школы, в котором занимаются только первоклассники, отличается от остальных еще и форматом обучения. Так называемая «Школа полного дня» полюбилась родителям за то, что дети находятся под присмотром до самого вечера. Первая половина дня такая же, как и у других школьников. Родители ведут своих деток к крыльцу, помогают раздеться и переобуться. Приветствую педагогов. В занятиях, конечно, есть отличия, но зависящие не только от школы, сколько от учителей. Мало кто знает, что можно определять ритм руками и спеть свое имя под журчание ручья. За месяц новоиспеченные школьники уже научились писать, считать, читать, правильно делать разминку и почти бесшумно садиться. По окончанию занятий малыши сами себе рисуют оценки в едином дневнике. После уроков обед и игры на большой перемене. Далее часть школьников идет домой, а у деток до 7 лет – тихий час. В системе дополнительного образования 43-й школы занято более 400 человек. Это более 90% всех обучающихся первоклашек. У нас очень хорошо организована внеурочная деятельность. А второй половины дня дети занимаются хореографией, они поют, у них много спортивных секций. Мы посещаем бассейн. С прошлого года, вы знаете, с 1 сентября, введены новые стиральные государственные образовательные стандарты. И там как раз говорится о том, как нужно организовать неурочную деятельность. Я думаю, что мы соответствуем стандартам. Быстро познакомиться и освоиться. В школе деткам помогают занятия с психологом в релаксационной комнате. Я передаю Алисе, она любит рисовать. С большим интересом дети посещают кружок «Мастерилка». Здесь дают волю своему творчеству и воображению не только малыши с продленки, но и все желающие ученики. Любимая тема для сентябрьских вояний – золотые и багровые листья, плоды, спелые ягоды. Мы работаем в разных техниках. В основном я практикую нетрадиционную технику работы. Поэтому мы не берем традиционные наши аппликации, которые мы привыкли делать в нашем детстве. Это бумага, обычная, картон. Мы берем все, что у нас есть в доме. И тарелочки одноразовые, и ниточки, и тряпочки, и из глины работы. И будем работать с соленым тестом. Поэтому деткам очень нравится это все. И они с удовольствием посещают этот кружок. Чтобы сделать внеурочную деятельность разнообразнее, педагоги сотрудничают с учреждениями доп. образования. Так, благодаря станции юных натуралистов, в школе появились объединения «Природа вокруг нас» и «Зоопарк на ладошке», где можно не только на животных посмотреть, но и погладить и узнать о них много нового. Когда за партами сидеть надоело, а на улице редкие погожие деньки, мальчики и девочки выходят на площадку, играть в выбивалы, догонялки, футбол или просто попрыгать на скакалке. Чем заняться после уроков? Такой вопрос не стоит перед учениками 27-й школы. Их досуг ежедневно организовывают в педагоге родного учреждения. В системе дополнительного образования заняты все заинтересованные школьники любого возраста. Много традиций, лучшие учителя работают. Можно мастерить, хорошие уроки преподают. 27-й школа я только с 5-го класса, но мне она уже понравилась, и то, что тут обучение хорошее, и что вообще сама школа мне нравится. Я люблю свою школу за традиции, я люблю за учителей, они очень милые, хорошие, добрые. Несмотря на то, что большое количество учеников любит свое учебное заведение за традиции, 27-я школа может с легкостью похвастаться инновациями. Только у них есть фирменный дневник, созданный специально для учеников именно этой школы. В дневниках и в персональных журналах учителям 27-й школы не нужно делать вклейки с инструкциями и расписаниями. Все уже размещено на страницах с составителями. Среди других особенностей учреждения – система дополнительного образования. Кружки и секции здесь работали с самого основания школы. Направления разнообразные – от подвижных и спортивных до занятий, требующих усидчивости. Например, объединение декоративно-прикладного творчества. Я победила в конкурсе «Шаг в будущий юниор». Мы с моим преподавателем Ангелиной участвовали, делали такой проект, он называется «Что нам стоит дом построить». Домик был из картона, там различная бумага, ткани. И этот домик, он раскладывался, и можно было сделать как коврик. И там дети играли. Можно было играть детям. Изобразительное творчество в 3D. С помощью графических программ юные дизайнеры создают мультфильмы на основе рисунков младших товарищей. Мы выбрали тему сказку «Маленький принц». Наши дети из мальчих классов нарисовали замечательные рисунки. Мы их отсканировали, и на компьютере эти рисунки создали из них фильм. Процесс очень такой интересный и занимательный. Очень интересный, да. В кружке технологий ребят учат не только мастерство, но и рачительности. Удивительно функциональные предметы быта, например, такие, как этажерки для обуви или растений, делают из старой мебели. На занятиях одновременно выжигают по дереву, выпиливают фигуры, закручивают шурупы мальчики разных возрастов. В своих стараниях ученики весьма амбициозны. Старую люльку от мотоцикла «Иш-Планеты-5» ребята хотят превратить в действующий автомобиль для двух пассажиров. У них уже и опыт есть. Предыдущая рукотворная гордость ребят украшает холл школы. В октябре-ноябре все школы города приглашают будущих первоклассников на подготовительные курсы к учебному году. Зачем ребенку предшкольное образование и на что обратить внимание родителям при выборе курсов, расскажет заместитель директора департамента образования Анна Томазова. Сейчас будет в каждом из дошкольных учреждений для детей старшего дошкольного возраста проведена диагностика, стартовая диагностика на сегодняшний день готовности к продолжению образования. Именно она подскажет и родителям, и специалистам, как перестроить программы, существующие в дошкольном учреждении, и нужна ли еще какая-то дополнительная подготовка ребенку, в каком объеме и по каким направлениям. Вот для этой категории детей, которые не посещают дошкольные учреждения, обязательно нужно определиться или с группой трактовременного пребывания в дошкольном образовательном учреждении, или с такими же группами, которые формируются на базе общей образовательных учреждений, в том числе и поинтересоваться в своем микрорайоне по месту жительства, куда, собственно, и обратится потом ребенок для продолжения образования. И такие группы будут формироваться. Причем очень важно отметить, что программа предшколы, она для детей этого возраста одинаковая. Главную задачу она решает сформировать готовность к обучению. Не научить уже сегодня читать и писать. Эта задача стоит перед школой и первым классом. А вот, собственно, сформировать интерес к чтению, к познанию, к коммуникации. Над всем над этим трудятся дошкольные учреждения. Но при этом в сочетании со школами они должны организовать адаптационные занятия на базе общей образовательной школы. Не перегрузки ребенка, не максимальное посещение всех курсов, которые родители сумеют разыскать, а вот исходя из потребностей и возможностей ребенка и сегодняшнего готовности выстроить те маршруты, которые на сегодня могут предложить и должны предложить и учреждения дополнительного образования, и общеобразовательные школы, и дошкольные образовательные учреждения. Покажи дневник. Редко у кого в детстве сердце не сжималось на этих словах. А что же думают о дневнике те, кто только что с ним познакомился? Узнаем из рубрики «Говорят дети». И надо там заполнять, потому что важно. Важно. Надо оценки ставить. Вот, например, открываешь дневник и смотришь. И надо тебе сказать, задать на завтра задание. «Ой, написал задание завтра. И это очень важно, потому что не знаешь, потом задание». Я в дневнике пишу домашнее задание домой. Мама говорит, я молодец, у меня одни пятерки всегда. И еще мы там разукрашиваем такие картинки, рисуем, разузнаваем по России. Картинки с цветами во времена годов. И в дневнике есть фотографии всех писателей, поэтов и президентов, и их имена. Дата рождения, какого года, и фамилия. Наша программа подошла к концу. Берегите своих детей. С вами была Анна Марченко. До новых встреч на родительском собрании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова